То есть, у власти находятся абсолютно испорченные люди, извращенцы, алчные, которые не несут России ничего, кроме разорения, кроме потери времени. Самое главное, мы теряем с ними, мы теряем время. Это ресурс, который ничем нельзя заменить. И вот вопрос такой, как выходить-то из положения? Может их пулять начать там по одному? Такой вариант. Знаешь, иногда от безысходности я против индивидуального террора, очень против. Но вот жизнь так сейчас расставляет все на свои места, что думаешь, а какой еще вариант-то? Но смотри, каков путь? Есть длинный путь, это дожидаться смерти Путина. Почему? Потому что мы такое уже видели. Пятилетка похорон, мы видели смерть Сталина. Действительно, чисто это физическое событие дает шанс. Дает шанс, потому что начинается суета внутри власти, вокруг власти, рядом с властью. И это общество дает шанс на то, чтобы выбрать момент и правильно ударить. Иллюзию питать не надо, значит, он может умереть завтра, а может умереть через 30 лет. Мы не знаем. Мы как бы тут можно по этому поводу любые прогнозы строить, слушать инсайды, доверять им или не доверять, это уже вопрос другой. То, что он умрет, это гарантированно, это терминальная такая история, поэтому в этом мы можем быть убеждены. Вторая история, это можно ли каким-то образом ускорить процесс. Ну, как бы или естественно, или неестественно. Ну, в данном случае, в том состоянии, в котором находится нынешняя власть и общество, в том состоянии, в котором находится страна, я пока путей для немедленного ускорения не вижу. Но для более долгосрочного, отложенного ускорения этого события, ну, приближения некого революционного этапа, какой-то, так сказать, истории, связанной с окончательным достижением точки, за которой, собственно, либо-либо, вот, ну, бифуркации это называют. Я такое вижу, тем не менее. Почему? Потому что, ну, любая ведь тема могла стать. От пенсионной реформы до QR-кодирования до принудительной вакциации. Вот любая тема должна была стать именно такой, за которой обратно уже нельзя. Только вперед и все, брать власть. Народ безмолвствует, что называется. Да хорошо, швабры в жопе. Вот эта вот Синовская история, она что, не должна была стать? Ну, это риторический вопрос. Ну, возмущение не должно было вылиться на улицу. Не, а зря, риторический вак, ты посмотри, опрос людей. Они говорят правильным швабры, что это преступники, понимаешь, в чем ужас-то? Да, это ужас, это ужас, но я еще раз повторяю, значит, должна быть какая-то иная тема, значит... Алло? Слав, ты меня слышишь? Да, прекрасно. Да, у меня наушники подсели, такой тоже бывает. Я вот решил уже без наушников, меня нормально слышно? Да, отлично, отлично. Вот, либо какая-то иная тема, которая должна стать... Она не тронула, значит, ни та, ни другая, ни третья. Но я не знаю, что вот с QR-кодированием, потому что если люди в магазин еды купить не смогут зайти, может ли это на них повлиять или нет? Или одежи себе купить? Или проехать там на электричке до дома, значит, там, до дачного садика или там еще до огородника? Вот я не знаю, станет ли это... Это же открытая система, инвариантная. То есть, ну как, она свободная воля, наряду с проведением, понимаешь? Здесь провиденциальность неуместна, здесь либо люди сами что-то ощутят, поймут, что дальше им некуда, они уперли стену. Либо они будут терпеть дальше, ну, я же говорю, последовательность такая, что завтра будут расстреливать, да, значит, завтра будут там насиловать, прям на улице, прям, там, не знаю, выхватывать и говорят, вот эти вот 10 девок пойдут за мной. А как, а что, выходим с маски, и ты пойдешь, а с маски, с маски, вот, или-или, потому что эта система не может наследовать. Чем отличаются репрессии, да, вот те, которые имеют уже место от обычного преследования, да? Преследование еще оставляет тебе возможности для защиты, какие-то гражданские права, у тебя есть адвокаты, репрессии же не оставляют, они заданы, они по разнарядке, и они заранее предсказуемым результатом, они ничем другим не могут кончиться. Мы сейчас находимся в стадии перехода репрессий из условных и мягкой формы, да, к уже окончательному истреблению, потому что власть, она себя будет защищать именно таким образом, она все-таки должна применить весь инструментарий, вплоть до возвращения к смертной казни, убирать посредством ее кумулятивный этот элемент. Сейчас они справляются еще подручными, что называется, средствами, в каждой социальной группе они могут ее выделить и ее изолировать, да? Кто-то самый агрессивный, самый активный отправляется в качестве сотрудника ЧВК Вагнер, там, не знаю, на Донбасс, в Сирию, Ливию, так они устраняют эту кумулятивную массу. А где-то сажают в тюрьмы, но, еще раз повторяю, при 140 с лишним миллионам населения, это исчерпаемый ресурс, им придется каким-то образом, иным образом применять репрессии, чтобы предвосхищать любое возмущение, даже какие бы последствия оно не было вызвано, понимаешь? Субтитры создавал DimaTorzok